Я Данил Савинский, я студент первого курса магистратуры арт-техни Туми СИС и это мой проект Бригада Джерси Клаб Эдит. Погнали! Девять лет я потратил на обучение архитектуре и занимаюсь разработкой и созданием одежды. Ну и все, что связано между одеждой и архитектурой, это вот дизайн, все, что связано с дизайном тоже. Про меня с музыкой такая история, что я прям, как бы, грубо говоря, насильно себя пытался отгородить от музыки. То есть у меня очень много друзей, там, ну, большая часть, наверное, они связаны с музыкой, они либо исполнители, либо пишут музыку, либо выступают. И мне всегда было интересно смотреть на музыку со стороны, как потребителю, и никогда не интересно было ее писать, потому что мне казалось, что шарм пропадет, все волшебство в музыке, оно куда-то испарится, если ты будешь знать, как это писать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... И в последнее время очень сильно интересовал жанр джерси-клаб и то, как он репрезентирован в России практически никак. И вот интересно было сделать что-то на пересечении жанра, который не присутствует русской культуре и супер-русского сериала «Бригада». Вот есть такой основной массив, называется «Нью Клаб», вот, и туда относятся много жанров, там и бейс-хаус, и футворк, тэнс-холл, байли-фанк и вот джерси-клаб. То есть это такие новые клубы жанры, которые играют на тусовках, и у джерси-клаба такой типа характерный рисунок. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па, вот такой. И там всегда, короче, эта драм-секция, она одинаковая практически. Вот. Как я работал над треком? Ну вот мы сходили на студию Мосфильма, получили какие-то сэмплы. Ну, точнее, не какие-то, а очень интересные, очень специфические, аутентичные, и зачастую, если ты не знаешь их природу, понять, откуда они были, просто невозможно. Но звучали, по большей части, классно. Мы их нарезали, и я начал как-то писать шумовую штуку, и даже что-то написал, вот, показывал тебе, но оно дальше никуда не развивалось. Мне было очень тяжело, и я вот вспомнил про свою пассию недавнюю, недавнюю к Джерси, и решил посмотреть пару туториалов, и оказалось, что как бы там совсем все просто. И я вот объединил наработки с Мосфильма, вот взял паттерн Джерси Клаба и туда засунул как раз-таки звуки с Мосфильма, и после этого уже бригаду, и ребята помогали мне, Камила и Виталия, писать. Басовую линию и мелодию. Сам бы я не справился, это очень тяжело. Как-то так. А Виталий — это мой друг-музыкант. Я к нему приезжал на студию, и вот вместе с ним под его кураторством писал. Звуковые открытия в течение интенсива по-другому относиться к звуку стал. То есть, если сравнивать это с цветом, как будто бы вот раньше был у меня такой синий и голубой. Да, я такой классный, вот есть синий, есть голубой. А сейчас появились какие-то полутона, типа там бирюзовый, ультрамарин, там цвет морской волны. И уже лучше это всё слышишь, видишь, чувствуешь и понимаешь. И как бы даже жить прикольнее с вот этим чувством звуков музыки. Вот из-за визуального бэкграунда, из-за того, что постоянно работаешь с чем-то, что можно увидеть, композиция проекта тоже, она как-то вот, ну, я её ощущаю в пространстве, скажем так. Как-то вижу её не только на мониторе.